всем доброго времени суток сегодня приглашаю вас испечь вместе со мной вкусные ароматные такие вот булочки в виде клевера это такие трехлепестковые булочки в тесто я добавляла высушенные цветы белого клевера итак приступим для нашего клеверного хлеба берем клевер у меня здесь даже с лепестками роз и по-моему даже лепестки пиону тоже высушены но как клевер есть белый так есть и розовый поэтому попробовала ступки своей я замолоть у меня есть каменная ступка но клевер не очень поддается поэтому буду использовать кофемолку для этих целей так хорошо размалывается я не буду слишком доводить до порошкообразного нам потребуется где-то полстакана нашей смеси второй заход нам потребуется 60 миллилитров сгущенного молока 180 миллилитров теплого молока 1 чайная ложка сухих дрожжей быстро активации где-то 3 миллилитров 3 грамма сухих дрожжей все это перемешиваем чтобы наши дрожжи растворились дальше отмеряем а вот у нас получилось где-то полстакана нашего клевера и других цветов добавляем щепотку соли сюда и добавляем 2 стакана муки обычной пшеничной муки я духовку разогрела до минимальной температуры чтобы потом поставить мое тесто настаиваться чтобы у нас в общей сложности получилось 200 грамм муки сейчас просеиваем нашу муку с клевером нашей молочной смеси добавляем и просеиваем мой клевер как бы не просеялся до конца но это не важно а теперь мы просто доводим все до однородности замешиваем наше тесто тесто получается слишком жидковатым поэтому я буду добавлять по одной столовой ложке еще муки можно до 300 грамм муки добавить у меня здесь 40 40 грамм зависимости если надо то добавлю еще но нам не надо чтобы слишком плотную тесто было но и не слишком жидким чтобы она была так делаем замес я сейчас добавил две столовые ложки нашему тесту думаю две столовые ложки было достаточно сейчас добавляют 60 грамм размягченного сливочного масла она температура комнаты и начинаем все смешивать я добавил побольше муки в рецепте говорится 280 грамм до 300 грамм так что можно смело добавлять 280 грамм муки а наш клевер это как дополнение к нашему тесту поэтому вот она должна получиться таким эластичным и упругим дальше берем нашу чистую чашу добавляем растительного масла где-то чайную ложечку смазываем и кладем наше тесто отправляем в теплое место меня духовку была разогрета на самую маленькую температуру накрываем я пленкой накрою сейчас и даем подняться в два раза где-то сейчас подождем пока наше тесто полностью поднимется и так прошел час вы можете разделить ваше тесто на 6 равных частей я разделила на 8 и из каждой части формируем такие вот булочки и отправляем на поднос лучше все-таки легче таким образом раскатываем такие вот колобки и и Раскатали, накрываем полотенцем и даем постоять где-то минут 15-20. Отсовываем формочки для выпекания, можно просто их смазать маслом, но я буду использовать вот такие бумажные стаканчики. Достаем наше тесто. Итак, наше тесто слегка поднялось. А сейчас мы берем одну булочку, а остальную пока оставляем накрытой. У нас клевер бывает 4-х лепестковый. Я сделаю 4 лепестка, разделяю на 4 части и скатываю в маленькие такие вот кругляшки. Дальше, просто чтобы легче было показать, отправляю в мой стаканчик, мои вот эти кругляшки и форму отправляю. Булочки, которые у меня немножко меньшего размера, разделяю на 3 части. И также скатываем в шарики. Сформировали наши булочки, опять накрываем их и оставляем подниматься на 40 минут. Итак, прошло 40 минут, такие булочки получились. Вы можете сделать только 6 таких вот булочек, можете любого размера. Можно одну такую большую булку, трехлистник сделать, как вам понравится. Смачиваем молоком наши клеверные булочки. Разогреваем духовку. 180 по Цельсию, 350 по Ференгейту. И выпекаем минут 20-23. Посмотрите за своей выпечкой у каждого духовка. По-разному работают. У кого-то быстро, у кого-то чуть подольше. Выпекаем минут 20-25 и проверяем. Итак, наши булочки только что из духовки. И сейчас я их смазываю растопленным сливочным маслом. Оно у меня слегка подсоленое для большего вкуса. И после этого даем им полностью остыть. Такие красивые румяные булочки у нас с вами получились. И мы добавляли цветы, как из самого клевера, так у меня лепестки роз там были. Наверное, пионом. Такой цветочный букет. И даем им немножко остыть все в форме, а потом уже на решетку вынем, чтобы они полностью остыли. Итак, друзья, наши ароматные булочки клевер готовы. Очень вкусные, не слишком сладкие. Можно добавлять в варенье или кушать как есть. А я благодарю вас всех за внимание. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok